Смерть. Не грустить. Да. Кем быть после смерти? Конечно. Я просто не умирал, не знаю. Ужас какой. Просто вообще ничего святого нет. Я же говорил, что я доживу до 200. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги Христофор. Всем привет. И Даниил. Всем привет. В студии подкаста «Фред Барн» вышел новый выпуск подкаста «Петсовет», в котором ведущие Марина Бойцова и Кирилл Щедро раскроют вам все тайны ухода за питомцами. Опытные ветеринары, грумеры, зоопсихологи и другие эксперты также поделятся с вами опытом и советами и поднимут важные вопросы. Например, как уживаются дети и животные, как часто нужно водить питомца к ветеринару, и как отважиться на то, чтобы завести животных в квартире. Подкаст можно найти на всех популярных платформах и в социальных сетях студии «Ред Барн». Приятного прослушивания. У меня сразу сходу к вам вопрос. Данил, вот если бы ты был деревом, то каким? Тополь. Тополь. Хорошо. Почему? Ну, потому что тополиный пул, жара июля, а у меня день рождения в июле. Логика железная. Христофор, если бы ты был карандашом, то какого цвета? Почему мы? Нормальный вопрос. Я вот только вчера задавал себе вопрос, каким бы я был деревом. Каким бы, карандашом какого цвета ты был бы, Христофор? Я был бы карандашом платанового цвета. Платанового? Да. Потому что ты хочешь быть платаном, да? Ладно, хорошо. Вот. А я, значит, эти вопросы вам не просто так задаю. Дело в том, что выяснилось, что миллениалы переизобрели смерть. Смерть. Да. Каким образом? Оказалось, что в современном мире есть очень много способов... Умереть. Нет, не умереть, а кем быть после смерти. Ага. То есть сначала ты в детстве мечтаешь, кем стать, когда вырастешь, а потом мечтаешь, кем стать, когда умрешь. Ну, либо у тебя есть какие-то варианты, потому что когда ты мечтаешь, кем стать, когда вырастешь, у тебя только фантазия. Тут у тебя конкретные варианты. Их круг ограничен, поэтому ты делаешь осознанный выбор. Я к чему это все веду? К тому, что вот разговоры раньше, кем ты будешь после смерти, ну, в буддистской вот этой вот истории, там, жуком или другим человеком, или, не знаю, камнем, вот, это все очень звучит пугающе, потому что ты никак не можешь это предопределить. А что касается смерти, то здесь можно прям выбрать вариантик. Ну, это, конечно, в копеечку станет, но вариант можно выбрать. А знаешь, на тот свет ты деньги не заберешь. Ну да, не тебе платить, конечно. Ну, опять же, да, то есть ты делаешь выбор как бы карандашом, как бы это смешно не звучало. Буду карандашом-карандашом, потому что выбор-то ты можешь сделать, но платить-то твоим близким или тем, кто тебя будет хоронить, поэтому они могут сказать, сиди за на карандаш. Ну, подожди, вы еще не начали себе на похороны откладывать? Нет. А во что вы инвестируете тогда? Ну, просто интересно. Ну, точно не в похороны. Похороны тебе какие назад вернут дивиденды? То есть вы не планируете к 35 участок земли на кладбище выкупить? Нет, ты говоришь инвестировать. Какие дивиденды ты с этого получишь? Никакие. Поэтому я планирую просто однажды умереть, и пускай мои дети и внуки с этим разбираются. А вдруг у тебя сосед по кладбищу будет какой-нибудь буйный, неприятный орк? Да, или он при жизни в носу ковырялся. Да, ну или так. Приятно будет. И вот вы будете постоянно... Главное, чтобы он молчал. ...ходить по кладбищу, вставать постоянно из своей могилы, и вот он будет к тебе подходить и рассказывать тебе свои хреновые истории из жизни. Или глупые анекдоты. Прошлой жизни. Да, этого я не переживу. Поэтому лучше инвестировать. Ладно. Я это все рассказываю, потому что сегодняшний выпуск посвящен очень деликатный, но от этого не менее жизненной темы. Это тема смерти. Мы постараемся со всем уважением и со всей этичностью об этом сегодня поговорить и пошутить даже немножко. И не умереть в конце. Да, и не умереть в конце. Но дело в том, что мне бы хотелось сегодня обсудить то, какие есть варианты, во что, вернее, есть варианты облечь свое тело, свой прах после смерти и то, какое отношение ко всему этому имеют миллениалы. А, значит, тополь, да, Данил? Тополь. Платан, да? Я уже на тополь отзываться начинаю. Вы совершенно небезнадежны в своих мечтах, потому что действительно в современном мире есть возможность стать деревом после смерти. Что значит это за вариантик такой? В Испании некий дизайнер по имени Мартин Азуа или Азуа, в общем, с испанским не так хорошо, как с английским, вот, придумал идею сажать прах вместе с семечком и, значит, расти дерево. Что делается? Он изготовил специальную биоурну, назовем ее так. Она сделана из целлюлозы, кокоса и прессованного торфа. В нее засыпается человеческий прах, кладется семечко того дерева, в котором вы хотите быть после смерти, и сажается, значит, сначала в горшочек, потом, когда там все созревает, отпускаются росточки, дерево можно пересадить, значит, в сад. Вот, и так ты продолжишь жизнь в качестве дерева. Еще и пользу будешь приносить. Да, кстати, также можно прожить намного дольше в качестве дерева. Я же говорил, что я доживу до 200. Ну, точно. Вот, а потом, когда дерево уже тоже прикажет долго жить, его можно, значит, на дрова, да, снова прах, снова посадить, и, короче, вот в качестве дерева можно продолжить свою... Своё путешествие по земле. Да, своё путешествие по этой планете, да. Вопрос. Только дерево? Можно кустом быть? Ну, я так полагаю, что теоретически, раз садится какое-то семечко, ты хоть помидором можешь быть. А если я хочу быть волком? То... К сожалению, нет. Разве что чучелом волка. Чучело волка можно набить твоим прахом. Так, не пойдёт. Это вообще как-то супермертвый вариант. Мёртвое животное, в котором мёртвый человек. Да, такое вот, значит, масло масляное. Поэтому дерево всё-таки вариант более живучий. Ладно. А можно быть крапивой? Данил, я думаю, что можно быть, кем ты захочешь. Слушай своё сердце Покахон, ты скроме волка. Быть виноградником. Можно. Из меня будут делать вино. Да. И меня будут пить мои внуки. Да. Фу. Ужас, ну да. Это можно. Вау, мне нравится. Вот у твоего дедушки же есть винная марка, да? Вера, Надежда, Любовь. Да. Вот ты продолжишь его дед. Вера, Надежда, Любовь. И Данил. И Данил. Ну да, да. Удишь, вот такой символизм чокнутый получился. Я, кстати, подумала, что быть деревом после смерти, это достаточно экологично. И один из приколов, да, мильнялов, вернее, их измененного отношения к смерти, в отличие от наших родителей, это как раз-таки забота об экологии. Потому что очевидно, что культура похорон в современном мире, она далека от экологичности, да? Очень много там пластиковых цветов, венков, всего вот этого неэкологичного. Плюс очень много места занимают сами кладбища, да? Вот именно можно же стоя вертикально. Когда я вначале сделала дисклеймер, что мы постараемся максимально этично и аккуратно об этом говорить, очевидно, это только я за себя говорила. А почему никто об этом не задумывается? Хоронить вертикально? Ну, это же как в музее, просто приходишь, там статуи стоят. Это можно в три раза больше захоронений делать. Да, то есть не страшно умирать совсем. А почему в три раза больше? То есть еще вниз можно пустить? Еще и вниз можно пустить. А если как японские парковки многоуровневые? Многоуровневые выбираешь секцию, а тебе могильная плита вот так крутится и выезжает. Ужас какой! Просто вообще ничего святого нет. Нет, ну смотри, допустим, если хранить людей вертикально, то это примерно три человека по длине... Три вертикальных человека равно один горизонтальный. Вот, да. Ну, нет, я поняла сразу всю красоту этого плана. Просто, а как навещать люди будут своих усопших? Ну, по очереди. Подходить к маленькому квадратику, а не к большому прямоугольнику. Ой, господи, я вообще не вижу смысла что-то делать на поверхности. Кроме дерева, разумеется. Дерево шикарный вариант для поверхности. Я почему начала говорить за экологию? Потому что это максимально что-то новое и очень похоже на вот наше с вами поколение. Ведь наши родители, если так вспомнить их отношение к похоронам, ко всей вот этой похоронной культуре, то там никто об экологии и о какой-то там, не знаю, концептуальности не думает. Там нужно определённо соблюсти ритуал и желательно, чтобы прям вот он был от ада я соблюдён. И очень много там элементов, которые портят окружающую среду и, в принципе, какой-то концептуальности не оставляют. А в современном мире миллениалы начали задумываться о своей жизни после смерти и придумали очень много классных вариантов, которые не только помогают экологии, в принципе, не вредят окружающей среде, но ещё и оставляют после тебя некий стиль. То есть вот если где-то в саду растёт дерево, сделанное из меня, это, конечно же, берёза, потому что я люблю берёзы, но разве это не мило? А если тополь будет кривым? Твои родственники посещают не могилу, а посещают дерево в саду, но стыд растёт. Его можно обнять. Берёзку так как не обнять. Ну, конечно. Можно ли назвать такое дерево зомби? Я думаю, нет. Ладно. Пересмотрели вы этих самых своих фильмов и сериалов. Ладно, давайте закроем тему деревьев. Она как бы максимально прекрасна, как ни крути. Перейдём дальше. Дальше есть вот такая очень концептуальная мысль. Я думаю, Данила, тебе понравится, потому что ты очень парень взрывной. На очереди у нас фейерверк. То есть действительно где-то в этом мире. Тебя начиняют фейерверком. Наоборот. Фейерверк начиняют тобой. Действительно, в этом мире, в нашем мире, в котором мы с вами живём, мы трое, Даша и Данила и Христофор, есть такая компания, которая занимается тем, что берёт фейерверки, изготавливает их специально как-то так, что туда можно засунуть прах усопшего. А, прах. И взорвать эту ракету, ну, фейерверк. Да, ну на какой, неважно, не обязательно к какому-то празднику приурочивать. Это определённый ещё способ проститься с спокойным, потому что ракета взрывается, красивый салют, все смотрят, как-то вот всем радостно на душе, грубо говоря. И это вот, мне кажется, какое-то переосмысление скорби, в принципе, что ты, из тебя получается что-то красивое. В детстве я любил пробегать через пороховое облако, которое образовывалось после фейерверка. Оно пахло так приятно порохом. Кто будет останавливать других детей, которые будут пробегать через моё облако? Ну, во-первых, эта компания существует вроде как пока что только в Британии. Соответственно, твоё облако вряд ли долетит до туда. Но, возможно, и в нашей стране когда-нибудь будут такие компании, которые будут делать фейерверки, значит, с прахом усопших. Я думаю, что помимо шуток, это очень классная идея, потому что она действительно помогает совершенно по-другому посмотреть на процесс прощания с человеком, сделать из этого что-то запоминающееся, а не такое уныло-грустное, где все очень сильно переживают, испытывают тревогу, а некоторых людей вообще от всей ритуальной тематики они испытывают дикий кринж и вообще, ну, как бы, сторонятся этого. А тут вроде бы что-то визуально красивое, это ещё можно наполнить смыслом, и, в общем-то, я считаю, что это очень прикольно. Но помимо фейерверков, есть ещё более классный, более улётный, скажем так, вариант. Нет, это полёт в космос. Вот мы при жизни с вами в космос вряд ли слетаем, а после смерти вполне вероятно, потому что за всего лишь 10 тысяч долларов можно запустить прах в космос в открытый и облететь Луну. За 695 долларов можно просто выйти в открытый космос, а за 10 тысяч долларов облететь Луну, прикинь, и остаться там в космосе. Ну, прах, естественно. Получается, не так уж и дорого улететь в космос. Дешевле, чем когда ты был ребёнком. Ну, в смысле? Нет, ну, когда ты мечтал стать космонавтом, а не... Да, но только тут прикол в том, что ты как бы, ну, это последнее твое путешествие, ты не возвращаешься оттуда на Землю. Вот, так что для любителей космоса есть вариант задуматься о том, как провести свою вечность. Это звучит очень круто, это раз, очень дёшево, это два, и... Конечно, не тебе платить. Ну, слушай, а обычные похороны дороже стоят? Ты со свадьбы путаешь. Нет, похороны стоят очень дорого. Серьёзно? Я просто не умирал, не знаю. Мне кажется, ну, так вот, по моему опыту, минимум 60 тысяч. Это самые дешёвые похороны. 625 долларов, это у нас сколько сейчас по нынешнему курсу? На 60 умножь 36 тысяч. Короче, в районе 40, как я понял, да? Ну, будем считать, да, если у меня с математикой... Да, но тут нужно к этому ещё прибавить кремацию, которая тоже стоит денежку. Ну, короче, за соточку можно, я так понимаю... Не сильно дороже. Да, улететь. А можно, чтобы тебя прям прах твой развеяли по космосу? Я думаю, нет, потому что это не какой-то конкретный человечек, сотрудник похоронного бюро, летит в космос, чтобы там что-то с тобой сделать. Нет. Я думаю, это какой-то специальный аппарат, который запускают в открытый космос, ну, типа дрона там, условно. А можно, чтобы вот взяли прах, запустили в космос. В космосе я уже полетел в виде фейерверка с посаженным внутри себя семечком. Чтоб на Марсе выросло дерево. Да. И чтобы родственники хотели туда попасть. Возможно, в будущем один из дней. Скорее всего, ты просто останешься космическим мусором. Да. Ну, уж лучше быть космическим мусором, чем как бы... Обычным, да. Земным, да. Я вот еще слышала, значит, в одном подкасте рассказ о том, что проводят поминки с дрона. То есть прах помещают на дрон. Этот дрон поднимается максимально высоко в какие-то там, ну, доступные ему слуги и атмосферы. И через камеру Zoom родственники могут наблюдать за этим процессом, как прах поднимается и потом развеивается. Вот такое прощание можно в онлайн-трансляции. А когда денег на космос не хватило? А как он развеивается? Ну, я думаю, что там какой-нибудь есть специальный механизм, который переворачивает дрон. Сотрудник похоронного бюро. Стреляет в дрон. Ну, пульт управления. У дрона же есть пульт управления. Я думаю, что как-то они там это делают. Я прям вот читала, что они рассказывают, что да, действительно, вот такой они изобрели новый способ прощания с покойными. И не то, чтобы он прям супер пользуется популярностью, но есть прецеденты, когда такие поминки действительно проводили. Так что есть вариант и слетать в космос. У нас, конечно, ну, как бы... Я не знаю, запускали ли кого-то в космос в наше с вами время, но я думаю, что в будущем это, возможно, будет популярно. Следующий вариант. Это прям мой вариант. Потому что я вот при жизни бриллиант, и после смерти могу им стать, вот так сказать, из праха в праха. Ну да, это же, по сути, углерод, просто праха. Да, действительно, в современном мире можно не только стать бриллиантом, но и, в принципе, превратиться в украшение, потому что есть компания, которая занимается тем, что из праха делает реальный бриллиант. Он не реальный бриллиант, но он ничем практически не отличается от реального бриллианта, и его можно носить на память, либо просто поставить на полочке вместо урны или вместо места на кладбище, у тебя будет красивый драгоценный камень. Тут процесс производства его немножко сложный, поэтому я, с вашего позволения, зачитаю его. Значит, чтобы сделать из человеческого праха бриллиант, вот что, значит, происходит. Специальные печи, останки нагреваются, после чего образуется графит. Получившуюся массу помещают в пресс, где давление достигает 200 тысяч килограммов на квадратный сантиметр. Под воздействием экстремальных температур молекулы присоединяются друг к другу, формируя узнаваемый восьмигранник, каноническую форму бриллианта. Получившийся камень ничем не отличается от природных ни прозрачностью, ни плотностью. Вот такая история. Но у меня сразу... У меня вопрос. Да. Если превращают в графит, то, значит, можно стать карандашом. Значит, не просто так ты об этом спрашиваешь. Да. Это еще один способ. Если бы ты не лез впереди паровоза, то узнал бы о нем буквально через несколько мгновений. А мне не нравится этот вариант, потому что ты становишься украшением, и тебя могут носить в пупке, как серьгу в ухе. Или сдать в ломбард. Да, еще в ужину. То есть после твоей смерти дети мало того, что получают твою квартиру, так они еще потом тебя относят в ломбард, и они просто наварились на деде. Вот именно. Они сорвали куш. Пускай лучше пьют вино из меня. Да, пусть лучше платье. Я вас сразу утешу, не переживайте. Ваши дети никогда в жизни не понесут вас на бриллиант менять, потому что цены на эту услугу начинаются с 2,5 тысяч долларов. Так что довольно дороговато. Это самый такой прям... У моих детей еще нет столько денег. Да, самый лоховской вариант. У меня и детей-то нет. И еще одно ограничивающее обстоятельство для вас, мои дорогие друзья, это то, что такую услугу оказывают пока что только в Америке. Вот в России бриллианты не делают из людей. Их добывают. Да, только добывают. Но, тем не менее, мне кажется, это... Не знаю. А знаешь, почему у нас не делают бриллианты из людей? Потому что каждый человек – это бриллиант. Так именно поэтому и делают из людей бриллианты, потому что каждый человек – это бриллиант. Но мне кажется, это весьма изящный способ. Да. Кент его не живет в следующей жизни. Камнем, да, только драгоценным. Неплохо, да. Не смогу дышать, но смогу блестеть на солнышке. А если из меня сделать красивое колечко, это знаешь, как в фильмах всегда показывают, у них есть традиция, что кольцо бабушки, прабабушки, прабабушки... Да, передается, и каждая девушка там на помолвку получает фамильное кольцо бабушке. Так и тут. Может быть, королева Елизавета сама будет. А есть функция дополнить бриллиант? То есть ты думаешь, Елизавета переживет тебя все-таки? Вот был бриллиант из деда, потом добавить туда бабку, потом внуков. И большой бриллиант сделать? Да, да, да. Через несколько поколений будет огромный бриллиант. Теоретически это возможно. Или сделать колье фамильное, где будет каждый умерший. Вот это возможно. Я знаю, что делают прям украшения, которые можно носить. Это тем, кому мысль о том, что человек, которого ты любишь, он всегда будет рядом, а не просто как ваза на полке с прахом или как памятник на кладбище, а какая-то вещь, которую ты можешь реально использовать в жизни, что человек всегда с тобой. Это весьма изящно, на мой взгляд. Но кого-то, конечно, может пугать перспектива, что кто-то покойный находит. Потому что почему? У нас в России вообще же очень много суеверий, связанных с этим, что там землю с кладбища нельзя приносить домой, это плохая примета, это какая-то порча и все такое. А яму я чем заделаю? Извините. Во многих ритуалах, связанных с колдовством, с наведением порчи, используется кладбищенская земля, какие-то кладбищенские элементы. Поэтому, когда часть покойного где-то рядом с тобой всегда или хотя бы на виду, наш менталитет для нашего менталитета это что-то пугающее, что-то зловещее. А очевидно, за рубежом думают иначе. Ну и я встречала много молодых людей, которые тоже думают иначе, для которых в этом нет ничего такого странного. Вот, например, мы с Данилом с тобой сегодня обсуждали, готовясь к записи, что есть ребята, которые делают пластинки с прахом. О, это классная тема. Да, то есть вроде бы с одной стороны это достаточно дико, что останки твоего любимого человека находятся в музыкальной пластинке, ты ее слушаешь, она всегда рядом. Но с другой стороны, как же это красивее, чем просто наши стандартные похороны, наши стандартные ритуалы, когда ты можешь достать пластинку, на нее можно записать стихотворение какое-то любимое покойного. Либо иногда даже туда записывают голос покойного. Допустим, он что-то пел или рассказывал. Я бы сказал то, что «Эй, помогите, меня заколдовали, я теперь обычная пластинка». Да, то есть можно подойти и с юмором, и с креативом. И в этот момент, когда, допустим, твои близкие люди, которые тебя потеряли, слушают эту пластинку, там, допустим, красивый стих или песня твоя любимая, или вот такая шутка, как ты сейчас озвучил, в этот момент... Ее можно повторять бесконечно. Да, само осознание скорби, оно как бы меняется, и ты воспринимаешь это как что-то, ну, естественное, да, естественная часть жизни, и можно еще после смерти вспомнить о том, какой это был юморист. Что бы вы записали на свою пластинку? Ну, я бы в песню, конечно, как я пою красиво. Я красиво пою. Ты бы именно свой голос записала? Ну, конечно, а чей? Дарта Вейдера? Ну, нет, может быть, какая-то песня абстрактная. Не, я бы спела песню, хотела, чтобы ее записали на эту пластинку, если бы я была пластинкой. Я хочу быть бриллиантом. Надо сейчас делать. Я хочу быть бриллиантом. А ты? Я же говорю, я бы записал пранк, по типу, меня заколдовали. Чтобы расколдовать, меня нужно в 12 ночи 3 сентября через 11 лет выкопать яму. А, нет, я бы, знаешь, как сделал? Я бы сказал, чтобы расколдовать меня, нужно взять фамильные часы, фамильные серьги, фамильное кольцо, фамильное поместье и запихнуть себе в задницу. Да, вот это был бы дед, конечно. Ну и еще один вариант, который я... Подожди, а Христофор что бы записал? Я бы записал какой-нибудь анекдот в своем исполнении. Однажды Пупа и Лупа пошли за зарплату. Мы получили, все перепутали. И Лупа получил за Пупу, а Пупа... И все, и на этом запись обрывается, и все такие, что же получил Пупа? Да, да. Или... анекдот с интригующим концом. Идут по лесу Белоснежка, Дюймовочка и... В общем, кто не знает, загуглите, это очень смешная шутка, которую вы можете подковать своего друга. Да, можно обернуться пластинкой. Ну и последний вариант, который мне очень понравился из этого оригинального списка жизни после смерти, это превратиться в карандаш. Вот, Христофор как бы немножко проспойлерил, но тем не менее мы не откажемся от этой идеи. В общем, действительно, после смерти, благодаря тому, что в теле человека содержится углерод, можно превратиться в карандаш. И есть художница, которую зовут Надин Джарвис. Она реально из углерода, который находится в нашем теле, может сделать из... Графит. Да, усопшего графит и, в общем-то, целый набор карандашей. Ну, то есть, недоделанный, получается, алмаз. А я хочу продать... Продолжить. Короче, я хочу, чтобы этими карандашами в случае чего нарисовали картину. Сделали из нее NFT. Блин, ну это уже какая-то схема по зарабатыванию денег. Нет, просто, короче, все карандаши потратить на то, чтобы написать какой-нибудь большой-большой-большой пейзаж, портрет, натюрморт. Я тебе скажу, что из одного человека среднего можно сделать 240 карандашей, поэтому рисовать придется очень долго. Тогда я хочу мурал на каком-нибудь доме из карандашей. Ну, это можно, это можно, да. Вот, так что еще есть концептуальная задумка, то есть, на каждом карандаше можно нанести какие-то, ну, факты, может, там, год, дату жизни, смерти, собственно, его имя, может быть, там, что-то еще, какие-то там контакты. Ой, я слышал то, что выпускали какая-то эко-организация, карандаши, у которых в самом-самом конце спрятана семечка дерева. То есть, здесь мы можем объединиться. Да. Сначала тебя исписывают всего, а потом кидают в землю и вырастает дерево. Да. Или виноград. Да. А потом внуки тебя пьют. Почему эта мысль не дает мне покоя? Мне не нравится. Ну, видишь, ты определился по ходу. Так что вы пойдете на карандаши, а я на бриллианты. Вот. Можно будет потом какой-то... Это прям идея для бизнес-плана, но она, конечно, очень жуткая. Такой вот бизнес, что мы из усопших делаем бриллианты. Хотя нет, это нелогично. Их продавать нельзя, потому что, ну, люди захотят забрать своих любимых домой. Ну, и к тому же дороговато, да, чтобы как продавать. Конечно, у нас нет столько денег. Коллекционно получится. Вот. Такая история. Еще я слышал, что из праха делают кружки. А ну-ка. Офисные. Про это я не слышала. Обычно офисная кружка, как у вас стоит на столе, можно сделать то же самое с принтом человека усопшего. Также прах добавляют в глину. Вот. И можно пить из деда. Почему? Что? Пить вино из Данила. Вино деда из деда, да. Концептуально. Ну, вообще, кроме шуток, да, мне действительно хочется подчеркнуть, чтобы наши слушатели не думали, что мы в конец обалдели и решили шутить над такой вещью, как смерть. Мне просто хочется подчеркнуть, что действительно культура смерти в нашей стране, она очень, скажем так, меняется, да. То есть, наши родители, у них было очень много правил, много суеверий. Они все, ну, то есть, не было культуры разговора о смерти, да. То есть, это психологически что-то очень тяжелое. И поэтому, конечно, для них такие варианты могут показаться чем-то очень диким. Они привыкли хоронить людей так, как привыкли, да. Но в современном мире действительно принято и говорить об этом больше, и даже местами смеяться, потому что смерть это часть жизни. И, ну, как бы, если мы иронизируем над какой-то ситуацией, то она становится не такой страшной, да, не такой глобальной. Согласен, да. Хотя куда глобальней. Вот. Но тем не менее, да, то есть этим выпуском мы бы хотели подчеркнуть тот факт, что о смерти нужно говорить. И это здорово, что у современной молодежи появляется так много идей и стартапов, да, о том, как сделать вот этот очень важный момент в нашей жизни не таким страшным, не таким болезненным, не таким уничтожающим, скажем. В какой-то степени даже полезным. Да, да, да. Полезным для экологии, полезным для ощущений, чувств, эмоций, осознанности тех людей, которые действительно сталкиваются с потерями. Такая вот, такая мораль. Не грустить. Да. На этой ноте я предлагаю нам завершить наши разговоры о том, кем мы станем после смерти и узнать, что интересного принес нам сегодня Данил. Дань. Да. Ну, что там у нас? Ну, мы сегодня обсуждали, если кто сразу пролистал на самый конец, мы сегодня обсуждали возможности распоряжения своим телом прахом после смерти. И они были классные. Ну, в большинстве своем они были интересные. Но перед этим наступает сам факт смерти. И не все они серьезные. Есть очень глупые смерти, есть премия Дарвина. Вот, соответственно, я об этом думал несколько часов и решил то, что вы сегодня будете угадывать, какая премия действительно существовала и номинант получил свою номинацию, а какую выдумал я. И в конце будет еще небольшая пасхалочка. Окей, погнали. В 2 часа ночи 18 декабря 2018 года на станции Нью-Карлтон митрополитена города Вашингтон обслуживающему персоналу под ноги приехал труп мужчины. Не имея под рукой ни Шерлока Холмса, ни Натта Пинкертона, чтобы разгадать тайну его смерти, они обратились к системе видеонаблюдения. Казалось, что мужчина решил взбежать вверх по довольно длинному эскалатору, который двигался вниз. На самом верху ему стало явно нехорошо. Он не справился с одышкой, покачнулся и покатился вниз по лестнице, так и умер. Я думаю, что это ложь. Ты придумал. Я думаю, это правда. А кто-нибудь записывает? Я пишу. Давай, один балл Христофору тогда запишем, потому что это правда. 1 апреля 1999 года в службу спасения поступил вызов от мужчины, который не представился. Все, что он сообщил, это вооруженное проникновение в его жилище. Ну и так же назвал адрес. Если верить отчету полиции, то они по прибытию на место увидели открытую настиж дверь, следы борьбы, разбитую посуду. Медленно они начали двигаться в сторону дома, параллельно аэропортуя в штаб оператору. Наш претендент решил разыграть полицейских и выскочил перед ними с криком «БУ!» Ну, веселый первоапрельский розыгрыш. Полицейские от неожиданности открыли огонь на поражение, отправив его прямиком на премию Дарвина. Я думаю, что это ложь. Я думаю, это ложь. Да, это ложь. Что у меня выдало? Я теперь не могу нормально играть в эти игры, потому что я все время пытаюсь, слушая твои истории, понять, где твой стиль письма. Я буду просить других людей записывать теперь. Окей. В 2018 году один блогер, чтобы набрать массу, миллионы просмотров, превратил свою комнату в огромную клетку для хомяка с опилками, поилкой, кормушкой и огромным колесом. Он вел стрим 24 на 7 прожить неделю, собирая попутно донаты за действия. В том числе за донаты он делал определенные хомячьи действия, например, попить из поилки, поиграться в опилках, поесть из кормушки или побегать в колесе. Пользователи решили, что неплохо было бы стримеру побегать в колесе. Донатов было так много, что он бежал в колесе беспрерывно несколько часов, после чего упал и умер от остановки сердца. Человек с хомячьей смертью моментально отправился в номинанты премии. Я думаю, это правда. Согласен. Я тоже думаю, это правда. Нет, вы оба ошиблись. Я вас провел. Один балл мне, пожалуйста. Предфинальный. И потом будет бонусный вопрос. 14 февраля 2018 года в больнице Берлина врачи прекратили поддерживать жизнь в теле 19-летнего молодого человека, который за месяц до этого очень неудачно поругался со своей девушкой. В середине декабря во время прогулки по берегу реки Хафель возлюбленные поругались. Ссора была настолько серьезная, что молодой человек набросился на свою будущую бывшую и повалил ее на лед. В результате оба ушли под воду. Вот только была проблема в том, что плавать умела только девушка. К тому моменту, как парня вытащили из воды мимо проходящие люди, его тело переохладилось и мозг получил необратимые повреждения. Ложь. Христофор, твой вариант? Не, ну это надо быть совсем... Это ложь. Да нет, это правда. Блин. Плохо мы разбираемся в премии Дарьевна, Христофор. В 2010 году во время просмотра фильма «Астрал» в кинотеатре один мужчина так громко и неожиданно чихнул, что его сосед умер от разрыва сердца прямо на месте. После этого случая сборы фильма выросли в несколько раз. Это точно ложь ты придумал. Христофор. Ну «Астрал» без этого нормально крутили. Я думаю, это ложь. Да, это ложь. По одному баллу вам... Такое только ты мог придумать. И теперь бонусный на два балла у Даши есть вариант вырвать победу. Один из пяти случаев связан со смертью хомяка. Ну, то есть там не человек, а вот именно хомяк был и умирал. Вот. Вы должны угадать, какой случай. Я могу быстренько напомнить. Пробежимся по всем. Смерть на эскалаторе, служба спасения и первоапрельский розыгрыш. Третий — это смерть в огромной хомячьей клетке. Четвертая — провалился под лед во время ссоры с девушкой. И пятая — смерть во время громкого чиха. Нам нужно сказать, какой из этих... Да, какой смертью умер на самом деле хомяк, а не человек. Так, подожди, дай подумать. Ну, быть с хомяком в кинотеатре было бы странно. Хомяк, который бежит в клетке для хомяка, ну... Ну, это сразу отпадает. Потому что это слишком очевидно, да. Тут у нас еще есть первоапрельский розыгрыш. Ну, смотрите, из лжи остался только первоапрельский розыгрыш с криком бу и громкий чих. Остальное все было правда с людьми. Так, ну, получается, бу и чих — это, в принципе, одной породы. Ну, да. Сложно, сложно понимаю. Я думаю, чих был с хомяком. Так, а Христофор что думает? У меня никак не стыкуются полицейские хомяки. Я думаю, это чих. Да, это абсолютно верно, это чих. Во время просмотра фильма ужасов отец громко чихнул, от неожиданности хомяк умер. У меня батя один раз чихнул на рекорд 25 раз. Ну что, Христофор, у тебя 5, у меня 4. Ты выиграл? Поздравляю. Смертоносный мой. Нет, я не так должен был сказать. Ты меня поздравил, да? Вот так, спасибо. Поздравляю в нас. Поздравляю с поражением. Ой, ну что, тогда будем, собственно, на этом и заканчивать. Это был подкаст «Стенадцати в тридцать». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами размышляли о смерти Даша, Христофор и Данил. Всем пока. Всем пока. Всем пока.